Всем привет! Меня зовут Юджиния и я ведущая влога «Тысяча и одна история США». Спасибо, что вы зашли на мой канал. Сегодня я расскажу вам о своей недавней поездке по пяти штатам. Мы ездили проведать семью мужа и на обратном пути решили сделать такое интересное путешествие. Мы были в штате Теннесси и решили посетить такие штаты, как Алабама, Флорида, Луизиана, и вернуться потом в Техас. Если вам интересно, продолжайте смотреть. Путешествие удалось. Я хотела показать вам все, как бы что мы делали, что мы видели и показать вам, что же происходит в разных штатах сейчас в США. В общем, мой муж поехал туда раньше и мы прилетели туда с девчонками на самолете. Это мы уже на выходе, готовы к отъезду, ждем такси. В аэропорту все носят маски. В принципе, никаких особых проверок температур, ничего аналогичного не было. Все как обычно, сканирование, да, снимаешь обувь, ложишь свои чемоданы, достаешь электронику, но никаких необычных ситуаций, в принципе, в аэропорту я не заметила. Девчонки рады были поехать куда-то, уже давно мы никуда не летали. Мы летели с пересадкой и оба рейса были практически полностью наполнены. Значит, садили всех на свои приписанные места, а потом на некоторые из мест, где не было пассажиров, они рассадили несколько рядов, то есть заполнили эти места более редко, но это практически не сделало никакой разницы. Понятно, я с детьми летела, поэтому нас никто не рассоединял. Мы прилетели в штат Теннесси, в город Нэшвилл. Мы там практически не провели время, мы там раньше жили года четыре назад, поэтому просто проехались по знакомой улочке. Здесь раньше жили мои родные, поэтому решила вспомнить, мы проезжали мимо, сделала фотографию. Но там в то время были более явные протесты, поэтому мы решили не сильно там задерживаться. И семья мужа живет где-то в части от города Нэшвилл, поэтому больше в этот город мы не возвращались. Семья мужа живет в кантри, на большой очень земельной территории, то есть у них своя земля, можно заниматься фермерством, чем хочешь. Девочки, конечно, с удовольствием набегались и напрыгались. Вот, сейчас вам покажу короткий отрывок. Ребенок все пытался меня переехать, порулила немножко. Также у них достаточно земли и по закону, если у тебя определенное количество там гектаров, то ты можешь стрелять из оружия, да. То мы с мужем решили попрактиковаться, так как мы купили оружие для самообороны на случай, если понадобится. Но никогда в жизни, естественно, не пользовались. Вот, и у них были такие специальные листы, на которых можно практиковаться. Мы пробовали стрелять с разных дистанций из нашего собственного оружия, а также оружие, которое принадлежит семье мужу. Я, кстати, не знала, что у них есть оружие. Поэтому вот мы практиковались. После семейного такого визита мы поехали вниз по Алабаме. Вот весь наш путь. То есть мы выехали из Tennessee, вот здесь Nashville. Въехали в Huntsville, Алабама. Приехали через весь штат Алабама. И вместо того, чтобы поехать вот так на New Orleans, заехать во Флориду, здесь Panama Beach, Destin, Florida и Пенсакола. Дальше мы проехали до штата Луизиана, город New Orleans. Потом через Хьюстон, с остановкой в Хьюстоне вернулись домой. Мне просто понравились. Такие небеса были. Кучи хотела вам показать. Конечно, в небо пришлось без гвоздя. Вот этот гвоздь был у нас в одной из шин. Пришлось заехать на ремонт. В Huntsville, Алабаме мы заехали в ракетный музей. Здесь, оказывается, еще до NASA ученые начали собирать, так сказать, первые ракеты. И эта ракета в реальном размере стоит просто высокая-высокая, огромная, впечатляет. Космический ракетный центр США. Ну и внутри в здании, в принципе, одно большое помещение. И, как видите, есть тоже реального размера такая ракета с турбинами всякими. И показано, как на практике, в зависимости от высоты, куда она летит, какие части отлетают, да, и какие двигатели включаются, начинают работать. И в конце уже, когда ракета эта достигает космоса, какой маленький участок этой большой ракеты действительно именно остается в целости. И где именно сидят эти летчики. Вот эта вот малюсенькая часть от этой огромной ракеты. Там четыре сиденья вплотную друг к другу. Клаустрофобия по полной. Я не знаю, как эти летчики могли так летать в них. Но вот эта часть ракеты именно в самом начале, где сидят люди. Вот еще одна. Ну и на улице есть немножко военной техники. Можно посмотреть вот эти военные самолеты, да, с которых парашютисты выпрыгивали. Детям, конечно, очень понравилось. Было круто. Дальше мы решили не запланированно остановиться во Флориде. Солнечный штат. Когда мы приехали, мы решили уже поужинать. И вот, в принципе, первое место, где мы остановились, был такой ресторанчик. Прям на берегу Мексиканского залива. Очень красивые яхты, пальмочки, тут же песочек. Вот, поэтому мы пока ждали нашего стола. Девочки поиграли на улице. Ну и вот, в принципе, блюдо, которое заставило выйти меня с кето-диеты. Это блюдо стоит 40 долларов. И, естественно, вы видите здесь пюре. Это морская кухня на картошке. Вот, поэтому я уже решила попробовать. И с этого момента кето-диета остановилась до конца путешествия. Но по возвращении я снова начала, так сказать, кушать уже без углеводов. Я не забыла о своем обещании сделать видео. Ждите, скоро будет. Вот, на второй день мы пошли на пляж в Дестин, Флорида. Мы не знали, к сожалению, что сейчас в это время сезон цветения в отрасли. Обычно вода очень-очень прозрачная. И такой белый песочек. Но в этот раз, как раз это мы были в середине июня, очень зеленая вода. Ну, просто очень. И если вы видите вот эти вот места, это как раз вся эта зелень плавает. Но нам удалось несколько мест найти более-менее прозрачной водичкой. Но вот такой неожиданный поворот. В принципе, если вы планируете поехать. Я знаю, некоторые из моих зрителей живут в Америке. Я советую все-таки узнать, когда именно сезон цветения водорослей и не ехать туда в это время. Вот это прямо на берегу. Такое вот блюдо. Тоже креветки с картошкой и с овощами. Очень красиво сервировали. Лучше не придумаешь. Покажу вам видео. Моя дочечка Скарлетт плавала в зеленой этой водичке. Видите, вода зеленая. Она на песочек бросает. Видите, немножко более чистая вода здесь уже была. Моя дочечка младшая начала плакать, когда соленая водичка попала в глаза. Говорит, мне не нравится этот бассейн. Он очень соленый. Но она все-таки пыталась этот бассейн переплыть. Все пыталась умудриться уплыть на глубину. Мы говорили, что это не бассейн. И края у этого бассейна нет. Но она настырно пыталась. Вот такой был у нас горизонт. Волны, водичка. Песочек чистенький. Похоже, песок завезли, потому что вокруг просто горы этого песка. И он очень-очень белый, чистый. Потом мы пошли посмотреть сам этот городок, туристический Destin. Гуляли по набережной. Называется boardwalk, то есть деревянная эта дорожка на набережной. Вот их местный улов. То есть все эти яхты. Очень много рыбаков. Посмотрите, какая большая рыба там. Вообще, конечно, красиво было. Солнечно так. Ну и вот такие они дают круизные поездки. Можно понырять, а можно посмотреть дельфинов. Достаточно недорогое это дело. Мы решили поехать. Вот красивые корабли. Корабли проезжали, яхты. Покажу вам краевед. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Очень красиво, но Флорида, к сожалению, меньше всего носила маски. Огромное количество людей на берегу. Гуляют. В принципе, дистанцию содержать невозможно. Вот. Но, конечно, я рада, что мы заехали. А это был такой пиратский кораблик. Еще очень красивое было шоу на самолетах, как раз когда мы плавали. Мы всего, правда, одного дельфина видели. Но вы, наверное, видели у меня на инстаграм. Мы ходили недавно в аквапарк здесь, в нашем городе. И дельфинов просто видно так близко, да, можно их потрогать. Но было все равно интересно посмотреть на них плавающих в открытом водоеме в своих привычных условиях жизни. Но самолеты делали воздушное шоу, рисовали сердечки, делали надписи, течка. А это место, где мы пошли поужинать в тот день. Ирландский паб. И у них очень интересный дизайн. Все стены и потолок увешаны долларовыми купюрами, которые именно люди оставляют после путешествий, своих посещений. И нам сказали, что более 2 миллионов долларов на стенах этого здания. Представляете? Эта гостиница хотела также вам показать. В принципе, все гостиницы, где мы останавливались, практически пустые. Еле-еле иногда там увидишь человека. Немножко странное такое чувство, как вроде вымерший город. Огромные многоэтажные гостиницы и никого нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова